Это не игра в пионерском лагере. На подростке наручники настоящие. За ним идет следователь, тоже настоящий. Следует к месту происшествия в районе 27-й Северной. Отсюда этой весной скорая увезла бездомного мужчину. Он был сильно избит и покалечен. В больнице выдержал пару дней и скончался. Причиной смерти, как установили эксперты, стали многочисленные травмы шеи и головы. В ходе следствия было установлено, что незаживление обвиняемый из хулиганских побуждений с целью причинение тяжкого льда здоровью потерпевшему, не желая его смерти. Причинял множественные телесные повреждения, именно удары бейсбольной битой, а также ногами в область лица, шеи, груди и живота потерпевшего. На допросе у следователя подросток вину признал и пояснил, избил незнакомца просто так, чтобы развлечься. Я его начал толкать, вот тут он, короче, упал. Потом я взял битую и ударил ему три раза по лицу, получается, в область. Покорайте на статистике, его пальцем аккуратно. Получается, где-то в область сюда, в область челюсти или виска. Вот. Три раза. Так. Он лежал на земле? Да, он лежал на земле уже. Вот. Получается. Потом что? Потом я ему начал пинать, получается, с ноги по животу. По версии следствия, тинейджер избил 50-летнего мужчину из хулиганских побуждений. Примерным поведением школьник не отличался. Дважды находился в специализированном детском учреждении за кражи. Сейчас ему вменяется тяжкая статья в качестве наказания реальный срок. Он заорал, помогите что-то. Я со всей силы ударил битой по лицу, получается. И он отрубился. Потом я взял... Ну, короче, он тут лежал, тут кемпу. Я взял кемпу и туда кемпу, получается, на гараж. Затем вспоминает, снял и выбросил за гаражи кроссовки, куртку поджег и швырнул ее на лицо мужчины. Сколько могли еще продолжаться такие издевательства, неизвестно, если бы женщина с балкона не закричала на подростка. Вон с того дома, получается, где-то с того подъезда, где мы сейчас были, заорал кто-то. Вы что делаете, женщина, короче? Я взял куртку, скинул, потушил и убежал, получается, потом в кусту. Вот так просто получается. Убежал и жил спокойно почти 4 месяца. Следственный комитет и региональная полиция установили, что к преступлению может быть причастен 14-летний подросток. Решением суда фигурант будет находиться под стражей. Обвиняемый был задержан в порядке ст. 91 Главного профессионального кодекса Российской Федерации. Дальнейшим органами предварительного следствия перед судом было возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения по стражу, в ходе рассмотрения которого суд избрал в отношении обвиняемого меры заключения по стражу сроком на 2 месяца. Санкция за совершение указанного преступления предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сейчас проводятся другие следственные действия. Возможно, в этом деле появятся еще потерпевшие. Ведь подросток мог отрабатывать свои бойцовские приемы не один раз. Расследование продолжается. Это видео с камер наблюдения помогло раскрыть преступление. В кадре мужчина снимает с карты 300 тысяч рублей. Кредитка принадлежит другому человеку. О пропаже в первый отдел полиции заявил 59-летний житель Кировского округа. Он рассказал, что карта исчезла вместе с новоявленным приятелем. Мужчины распивали спиртное на улице Крупской. Потом разошлись через несколько дней, а МИЧ так и не смог найти новую кредитку, причем вместе с паролями. Обратился в полицию. Предположил, что украсть мог тот самый случайный знакомый. Оперативники установили, кто-то рассчитывался картой в нескольких продуктовых магазинах, банях. А 300 тысяч были обналичены в одном из банкоматов. По этим кадрам полицейские опознали 44-летнего неоднократно судимого ОМИЧа. Задержали его по месту жительства. Все деньги мужчина потратил на спиртное и развлечение. Возбуждено уголовное дело по статье кража. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. В этот момент инспекторы ДПС передают сообщения в региональный МЧС. Проезжали мимо в 3 часа ночи и обратили внимание на дым в частном секторе. Уже вблизи стало понятно, что горят дом и деревянные постройки рядом. До приезда пожарных полицейские бросились в огонь. Внутри находились люди. Местные жители начали кричать, что в доме находятся ребенок и женщина. Подойдя к дому, увидели, что в окне, в открытом, там москитная сетка на нем была. Видно было с угла этой людей. Убрав сетку, увидели ребенка. Достав его из дома на руки, я взял, видал соседки, которая находилась рядом. Она убежала с ним. Ну, смотрим, еще женщина там. Александр Долгань и Олег Ложкин увидели силуэты людей у окна на первом этаже. Сняли москитную сетку, помогли выбраться 6-летней девочке и ее маме. Женщину вытаскивали из окна вдвоем. А Мичка оказалась беременной. Действовать нужно было быстро и осторожно. К тому времени пламя разошлось по всему периметру. От огня отрещали доски и пластик. Вот они в попыхах спустились, окно выбивали сзади дома и оттуда вылазили уже. Как могли вылазили. Помогал тут человек, на видео снимал который. Он помог вылезти. Кто-то ДПС подъехал, а уже второго ребенка помог вытащить. Огромный недавно построенный дом. Теперь вот в таком состоянии. Только сносить деревянные стены и возводить новые. К счастью, в пожаре никто не пострадал. На месте работают эксперты. Из-за чего загорелся дом, станет известно как минимум через 10 дней. Предварительные версии не сообщаются. Жесть. Официальная группа ВКонтакте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...